Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка. И сегодня у нас в центре внимания настольная игра от издательства Evricus, которая называется Этот Безумный Мир. Мы отправимся в будущее, в прекрасный, но безумный мир, где возглавим одну из пяти империй и будем, скажем так, прилагать все усилия для ее процветания. И по традиции мы начнем с подготовки к игре. Выложите в центре игрового поля центральный планшет, на котором сверху у нас располагается счетчик раундов и есть специальный жетон, он двухсторонний, отмечающий, какой сейчас идет раунд. Игра длится четыре раунда. Дальше здесь есть определенные места под определенные виды ресурсов. Расположите каждый ресурс на своем месте. Порядок данных ресурсов строго важен, да, об этом мы поговорим чуть позже. Снизу от планшета у нас расположены жетоны финансистов, жетоны генералов. И посередине идет универсальный ресурс, который называется кристаллиум. Перемешайте игровые карты и положите их в данном месте. Здесь есть специальная выемка. А вот здесь у нас будет находиться стопка сброса. Дальше дайте каждому участнику партии карту империи. Карта двухсторонняя и все игроки должны играть на одной стороне. Мы будем играть на стороне А. Это у нас Федерация Азии. Ее никто не взял. Аня у нас играет за империю от стеков. Я буду играть за Европейскую Республику. Я за Панафриканский Союз. А Лев? Североамериканские Штаты. Итак, на карте империи у нас указаны ресурсы. Это те ресурсы, которые мы будем производить. Ну, изначально, да, которые вы производите в своей империи. А здесь есть условия, которые приносят вам победные очки. На стороне Б победных очков нет. Есть только ресурсы. И ресурсы немного могут отличаться. Итак, это вся подготовка к игре. И здесь победит игрок, который наберет больше всего победных очков. И сама игра, раунд. Игра длится 4 раунда, а раунд длится всего 3 фазы. В первой фазе у нас... Она называется фаза драфта. Потом идет фаза планирования. И фаза процветания. Раздайте каждому игроку по 7 карт. Далее игроки смотрят свои карты, оставляют одну у себя. И остальные карты передают игроку в первом и третьем раунде по часовой стрелке. Здесь вот на жетоне есть у нас подсказочка во втором и четвертом раунде против часовой стрелки. Традиционная механика драфта. Карта устроена следующим образом. Здесь у нас указана цена. Ну, идет ее название. Дальше каждая карта имеет определенный цвет. То есть она относится к определенной области. Здесь у нас получается сооружение, энергия. Техника производит энергию. Здесь у нас наука. Здесь социальные проекты производят деньги. Здесь у нас исследование проводится и как ресурс производит открытие. И каждая карта имеет определенный свой цвет. Название. Стоимость в ресурсах. То есть столько ресурсов нужно потратить, чтобы построить эту карту. Есть мгновенный бонус, который вы получаете при постройке этой карты. Уже получается не карта, а здание. Указаны ресурсы, которые производит данное здание после постройки. А здесь указано количество и вид. Ну, обычно это один ресурс. Даже не обычно, а все карты имеют один ресурс. Который вы получаете, если вы вместо строительства отправляете эту карту на переработку. Ну, давайте посмотрим. Да, вот у каждого игрока... Игра требует определенного места, поэтому сядьте за игровым столом так, чтобы у каждого игрока была определенная область, да, где он будет располагать свои карты. Вот у каждого игрока есть область драфта, куда вы выкладываете выбранную карту. Но для начала давайте посмотрим, да, мы будем побеждать с вами за счет военной мощи. Поэтому нам нужно построить соответствующее здание. Давайте, вот я выбираю вот эту карту. Вообще, по правилам, мы кладем карту вниз лицом в область драфта, а потом ее открываем. Чтобы все игроки видели, что вы выбрали. Например, Аня у нас хочет строить за счет синих карт, побеждать, да, и я могу из вредности брать синие карты себе, их утилизировать. Не только ты так делаешь, Лев тоже из вредности. Вот. Но я думаю, ничего страшного будет, если мы сразу будем класть в область драфта карту открытую. Хорошо. Взяли, выбрали, по часовой стрелке, вернее, передали. Идем дальше. Ну, будем производить, конечно, танковую дивизию, да. У меня тут красоточки появились. Нет, суперсолдатов будем выращивать. Суперсолдатов. Передаем дальше. У моих зеленых захватили? Я захватываю своих зеленых. Ну, зеленые мои. Если я наберу, то все синие, мне строить ничего будет. Секретную лабораторию. Тогда вообще захочу твоих танков. Сейчас. Сейчас. Ну, ты, Миш, бери, да. Ну, давайте. Центр исследования. Куда же без него? Сейчас, подождите. У меня все... Нет, ну, конечно, конечно. Мы, как я сказал, мы раздали по 7 карт, да. И вот драфт длится до тех пор, пока перед каждым игроком не будет лежать 7 карт, да. Военную базу. У меня тут и город-казино, и ледокол. Чего только нет. Посмотрим, что мне надо. Даже дирижабль. Давайте копии для Соломона. Последнюю карту, да, вы ее получаете. Отлично, это танковая дивизия. Это прям подарок. Судьбы. Да. Теперь следующее. Вот у вас в области драфта есть 7 карт. Лев, это что у тебя за карта вот эта? Эти, которые струнятся. Подожди пока. Где у тебя тогда будет? Давай определимся с тобой. Вот здесь, все. Теперь для каждой карты. Это была у нас фаза драфта. В фазе планирования вы для каждой карты в области драфта должны принять решение. Вы или ее планируете построить, да, или вы ее перерабатываете и получаете указанный вид ресурсов. Если вы ее строите, вы располагаете ее в области строительства своей, да, так называемой. Если вы ее перерабатываете, вы ее сбрасываете и получаете соответствующий ресурс. Вот лев сбросил 3 карты и берет 3 желтых ресурса. Бери. А, можно уже, да? Ресурсы, которые вы получаете в процессе переработки, вы выкладываете или в область строительства на карты, которые вы строите, или кладете на карту своей империи. Если вы положили ресурс на карту империи, вы его в будущем не сможете использовать для строительства. Имейте это в виду. Ну, давайте. Я вот эту вот карту буду строить 100%. Гидролокатор. Вот он ушел. Хочу построить суперсолдатов. Хочу построить... Вот эту карту хочу построить. Вот эту вот военную... Нет, не военную базу. Танковую дивизию хочу построить. Далее я буду строить... Вот эту мне не нужно. Копия для Соломона. Мы ее будем перерабатывать. Копия Соломона? Центр исследования я хочу построить, но у меня выбор. Мне вот это построить или вот это. Потому что вот это дает мне жетон генерала. Давайте я построю... Так я могу пока построить, пока ты рассказываешь? Кого построить? Ну вот, у меня я сброс выбрала. Я могу... Давно. Все, они уже ребята сделали. Все, давай. Ну что, мне тебе... Нет, я должна по одной. Подожди. Эта игра на самом деле требует определенных умственных размышлений. Вот почему, например, Миша, с одной стороны, сделал свое решение быстро? Ну, потому что у него, возможно, он на зеленой карте сориентировался и вот пошел по определенной стратегии. А я хочу выбрать пара, тройку вариантов накопления очков, поэтому я немножечко сейчас... Вот и я тоже хочу. Думаю, вот я вот эту тоже рискну построить секретную лабораторию и рискну построить центр исследований. Что я делаю? Вот это я отдаю на переработку, получаю желтый ресурс, выкладываю его вот на эту карту. Вот это я отправляю на переработку, получаю белый ресурс и выкладываю его вот на эту карту. Что мы делаем дальше? Дальше происходит у нас фаза, так называемая, производства. Я ее прочитание нажал. Слушай, ну, наверное, нужно сказать, что когда мы берем ресурсы и им нет места на этих картах, то я их кладу вот сюда. Ну, вот у меня есть такая просто история. Ни у кого больше нет, у меня Миша есть, да? Ну, вот получается, что я с этой, они уже не используются. С карты империи вы не можете их использовать, но когда на карте империи накопится 5 ресурсов, вы меняете их на кристаллиум. А кристаллиум можно потратить, на некоторых картах может быть условия обязательные. Нет таких карт. Траты кристаллиума на производство, а вообще кристаллиум это может быть потратен в качестве любого ресурса. Джокер. А еще на картах ресурсов, да, бывает, что вам нужно тратить жетоны, и тогда вы должны потратить жетон. Нельзя заменить этот жетон ничем, ни кристаллиум, ни чем-то другим, кроме как жетон. Итак, фаза производства, она следующая. Мы идем строго слева направо и сначала рассматриваем ресурс, который называется... Техник. Ресурс. А, ресурс. Белый ресурс, да. Нет, материалы, вот. Материалы. Итак, каждый игрок считает, сколько он производит материалов. Я 2. Я 2. 3. Лев 3. Аня 0. Тот игрок, который производит больше всего материалов, он получает указанный жетон. Вот этот вот лев. Да, лев получает жетон финансиста. А теперь каждый игрок берет указанное количество ресурсов. И размещает их опять же или на своих картах. Вот я размещаю здесь 2 белых материала. Или на своей карте империи. Если вы построили вот как Миша, вы размещаете карту в области своей империи. И эта карта уже в этом же ходу принесет вам эти новые ресурсы. Но только белые уже она не принесет, к сожалению. Переходим к технике. Ну, к военной мощи здесь у нас так нарисовано. К энергии. У меня 2. У меня 1. Ура. 0. 0. Ты получаешь, держи генерала. И сразу сюда и назад возвращаешь. И я вот построил. И ура. Центр исследований. Размещаю его в области своей империи. И теперь я буду... Вот сейчас мы переходим к науке и к знаниям. Вот я уже 3 произвожу. И я 3. И ты 3. И ты мне все испортил. Это ты мне все испортил. Потому что если нет превосходства по производимым ресурсам, никто не получает преимуществ. Просто берем по 3. Я за 3 вот сразу построю. Миша сразу строит за 3. А я эти 3 размещаю на вот эту карту. Она, в принципе, может быть до конца игры у меня лежать. Она тебе нужна? Нет, она мне нужна для очков, но не для производства. Поэтому я размещаю вот здесь 3 ресурса. Переходим к деньгам. У кактов сколько производится? 1. 0. 0. Значит, Лев получает финансиста. Да, только одна империя, финансовый магнат. Да, и деньги. А мы вообще... И последний ресурс, это открытие... 2. 0. 0. 0. На тебе генерала. Можешь не отдавать меня, я сразу строю свой бермудский треугольник. Ты... На, вот так вот. Смотрите, вот ты построила, да, получаешь премию... Красный, премию, премию получаю. Кристаллиум. А красный отсюда можно брать. Да, да, с карты империи можно красный брать, остальные нет. Переворачиваем жетон раунда, наступает второй раунд и раздаем каждому по 7 карт. Подвигаемся в сторону левого. Прочи. Да, к тебе. В гости я кладу со своими картами. Я к папе. Ну, посмотрим, что ты тут намешал нам. 7. Здесь, кстати, очень много. Здесь 150 карт. Все карты не будут использованы в одной игре. И поэтому замес колоды, он тоже влияет на то, как пройдет партия. Так, вот это, конечно же, мегабомба. Ну, конечно. У меня вот тут будет область драфта. Она была у меня здесь, но я здесь все застроил. Вот, область драфта. Мегабомба. Так, я здесь строю. Здесь у меня... Передаем против часовой. Все правильно. Так, квантовый генератор. Нужно же построить квантовый генератор? Как вы думаете? Думаем, что можно. И нужно, наверное. Передаем. А, вы уже все вскрылись. Давайте, квантовый генератор. Держите. Так, космический лифт. Ну, конечно. Остров Авалон я буду... Нет, 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 нет. Зачем? Вот финансовый центр. Так тяжко. Финансовый центр. Я вообще, наверное, ничего долгое время не построю. Зелененький он был. Финансовый... Параллельное измерение. У тебя столько эмоций каждый раз. Давай, финансовый центр. Подождите. Вот это я построю, наверное. Нет. Параллельное измерение очень... Смотрите, оно приносит 3 победных очка за зеленую карту. У меня будет 3 зеленых карты. Это 9 побед... Вообще, здесь победные очки не сыпятся из рога. Изобилия. И, например, 3 победных очка это очень много. Но я это не вытяну, это здание. Я как-то построил это. Поэтому я из него это... Давайте подводную лодку, подводную лодку. Назад все возвращается. Мегабур. Все возвращается назад. Мегабур. Хорошо. Так. Ну, вообще, ни то, ни то не надо. Ну, давай, мегабур. Может, кому-то тайное общество пригодится. И напоследок мне пришла дирижабль. Пришел. Пришла тебе. Да. Итак, ну, пришла карта, я имела в виду. И вновь начинается фаза планирования, да, то есть у нас... Я построил. Сейчас, подождите. Я еще даже не выбрала. Я тебе, мой юный друг, доверяю полностью и верю в все твои действия. Поэтому строй, как тебе знаете. Вот эти две карты однозначно уходят в строительство. Я их буду строить. Мегабомбу и квантовый генератор. Теперь, вот этот дирижабль, он вообще мне ни к силу, ни к городу. Поэтому он уходит в переработку. Но синий ресурс, да, он мне тоже никуда не нужен. Поэтому он уходит на карту империи. Вот эти два финансовых центра, я их брал исключительно из-за желтого ресурса. Потому что я не планирую его, в принципе, производить. Поэтому я брал исключительно из-за двух желтых ресурсов, чтобы положить их на мою секретную лабораторию. А вот эти две карты, вот эту я брал из-за мегабура. Потому что мне нужен белый ресурс. Давай я его поставлю. Вот сюда. Кстати, вот я сейчас подумал, я могу производить синий, видите, я буду производить синий. И я мог параллельные измерения, кто украл, в переработку отправили, да? Я отправил, да. Нет, я не буду подводить. Но хотя, три черных, еще будет два раунда. Нет, у меня столько черных нету. Я отправляю на переработку и получаю материал. И материал у меня вот здесь. Все, переходим к фазе производства. Кто, сколько производит белых ресурсов? Пять. Я два по-прежнему. Пять. Бери джетон финансиста и пять ресурсов. Я беру два ресурса. Один у меня уходит на строительство, один уходит на карту империи. Потому что некуда деть. Вот эта карта построена, приносит мне бонус в виде кристаллиума. Я его кладу на карту империи. Вот это я отдаю. И выкладываю сюда. Это тоже. Это построено все. Все? Да. Переходим к следующему, к энергии. Кто сколько производит? Я один. Один. Три. У меня два. Я три. Забирай. Один. Смотрите, что я делаю. Вот сюда сразу. Я трачу кристаллиум, потому что я не знаю, где я возьму черную еще. Да? Я могу его взять, наверное, в следующем ходу? Но нет. Я трачу кристаллиум, строю свою танковую дивизию и получаю в качестве... Миша, это что такое? Это не мое. Не твоя, да? В качестве премии генерала. Кто-то же должен танками руководить. И я, чтобы синий уже заработать в этом... Хотя зачем он мне нужен? Он же не уйдет в производство. Давайте, переходим к зеленым. У меня пять. Оно само себя считает? Да. Один. У меня четыре. Себя четыре. Я получаю превосходство. И смотрите, если здесь финансист-генерал, финансист-генерал, здесь вы выбираете сами. Я выбираю, конечно, генерала. У меня ровно один. Он дает мне возможность закрыть ледокол. Итак, я беру свои пять знаний. Одно ставлю вот сюда. Заканчиваю таким образом производство гидролокатора. И вот эти четыре знания. Четыре зеленых. О-о-о-о. Ты уже что-то ко мне стремишься. Отмена, 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 отмена. Здесь три у меня было, да? Что случилось? Галя, у нас отмена, Антон. Да. Что произошло? Я все пять трачу вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы черный производить в следующем ходу. Все пять потратил сюда. Желтый. Переходим к деньгам. Три, ноль. Ноль, ноль. Лев, бери финансиста и три денег. На. Спасибо. И последний. Исследование у меня один. Четыре. На, тебе жетон генерала. Вот этот один у меня уходит вот сюда. Подождите, можно выставить свое. Да. Знаешь, вот эту стройку я подвину, а то ее не видно. Давайте. Еще мне игра, это нравится тем, что как бы вы не следили за своими соперниками, но вот я вижу, что там, например, Миша куда стремится, Лев нас чисто перекроет финансистами, это безусловно. Ну, я имею в виду, что у него основные очки будут за финансистов. Не общайтесь. Но до конца игры непонятно лидера, вот действительно, да, то есть я не знаю, может быть запросто так, что у нас так было. Вот Аня вроде сидит, но вроде у него вообще ничего нет. А очков потом будет больше всех. В один раз такое было. Поэтому здесь лидеры, не определяется лидер в процессе игры, все идут как бы ровень. Итак, переворачиваем, следующий третий раунд по 7 карт. Теперь мы идем к тебе. Двигаемся. Получайте, получайте, получайте. Итак, что нам нужно? У нас с вами, ну, я буду играть с твой, мой дорогой, любимый зритель, с тобой. Итак, нам нужны или черные карты для... А, нет, они нам не нужны. Я думал, здесь черные карты... А, вот, черные карты приносят победные очки. Или черные карты, или зеленые. Мы в этом плане с Мишей конкурирующие две организации, да. Я первый начал строительство. Вот, суперкомпьютер. Он же нам нужен с тобой, зритель? Это я не тебе, Миша. Это мне он нужен. Это я зрителю. Вот это я неизвестную технологию. Миша заберет, конечно, но я просто ее не вытяну, боюсь. А я думаю, что вытяну. По количеству очков. Не вытяну. Давай, суперкомпьютер. Зачем он мне? Оставь мне. Вот, спутники. Так, область драфта. Область драфта. Так, куда вы передаете? По часовой. Ну, мы к тебе и передаем. На тебя стрелочка указала. Все только должно быть. Папа еще пока разбирается. Вот здесь мне... О, вот это, конечно, круто, но... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Папа каждое действие комментирует, поэтому подождите. Семь синих. Ну, вот с учетом, что я буду производить всего две синих. За два раунда я это не сделаю. Но это просто суперкарта, и поэтому я возьму... Поэтому я от нее избавилась. Я не избавлюсь от нее, она ко мне вернется. Я знаю, я возьму электронные турбины возьму. А ты не знаешь, какая карта. Я знаю, про кому он говорит. Про Атлантиду. Я же ему отдала, да? Давайте я вам помогу. Хотите, я избавлюсь от нее пораньше. Нет, не хотим. Подводную лодку? Подводную... Авианосец приехал. Подвезли. С моей карты. Он с меня приехал. Два и четыре. Так. Я же с руками уже отвалился. Да нет, конечно, мы подводную лодку построим. Я зеленую, нужно срочно, срочно, срочно. Все, кончились эти, как бы, хорошие карты. Что вы мне здесь надавали? Что с этим делать? Ну, давай военную базу. Ну, ты что у меня? Ты мне вообще знаешь, что передал? Где суперкомпьютер должен ехать мне назад? Что? Танковую дивизию. Он у меня. Тебе атомная электростанция нужна? Подогнать? Давай ему суперкомпьютер. Подводную лодку? Он не умеет им пользоваться. Да он все равно, я его не научу. Кто там сбросил Атлантиду? На всякий случай я возьму подводную лодку. Да, суперкомпьютер все равно сбросил. Она у меня есть. Мне, конечно, атомная... Кто там сбросил Атлантиду, я вас спрашиваю. Она, я. Давай. Все, Лев уже пошел в разнос. Не вернулся суперкомпьютер, не вернулся. Он у меня потому что, я его сейчас сброшу. Я понял. Вы так быстро определились, я еще не готова. Подождите. Конечно, я буду строить только спутники. Я не готова, подождите. Спутники и подводную лодку построить. Это я же построю. Нет, танковую дивизию построю. Пам, смотри, я вот построил. Да подождите вы так это. У меня два финанса. Муравьи. Тихо, тихо. Муравьи, просто муравьи. Итак, смотрите. Подводная лодка и танковая дивизия, по сути, разница в приносящих ресурсах, но мне нужен только генерал. И сам факт черного цвета. Поскольку танковую дивизию легче построить, я возьму ее. Я ставлю. И все. У них у меня столько синих, что столько не нужно синих, сколько я хочу. Я закончила ракету. Я полетела. Витряные турбины сразу уходят в переработку. Черный цвет берем и выкладываем его. А вот это можно было бы построить. Сюда. Дальше. Военную базу. Конечно, зеленый мне еще нужен. Снимаем пять зеленых. Четыре. Четыре. Так. Раз, два. Давайте вот этот пока в воздухе подвесим. Я его, может быть, сюда потрачу. Мне нужно много зеленых. Но не мои его. Поэтому я его вот сюда потрачу. И три белых мне надо. Вот они, три белых. Мне нужен от слова совсем. Раз, два, три белых. И я заканчиваю вот здесь. Это все назад. Да, вот эти три белых я трачу вот сюда. Сокровища тамплиеров я собрала. И два красных пришло ко мне. И вот таким образом. Я чуть-чуть себе повысил производство зеленого на одну единицу. Так, все все свое сделали? Да. Приходим. Давай я его так подвину, чтобы у тебя здесь империя, я смотрю, разрастается. Смотри, я этим присосом. Кто производит материалы больше всех? Пять. Пять. Ничего не прозвану. Пять-пять. Пять-пять. Все, никто не получает бонус финансистов. Просто берите. Я два трачу сюда. А три? Вот сюда. Один сюда. Это я построила. Два черных я построила. Я сюда, я получаю красную. Их меняю. Лев больше три черных. Их меняю. На это строят джигер. У него там просто вообще. Это сюда. Некогда отдыхать. На строите. За построить джигер наута. Натсист разошелся просто. Он очень не очень. Так, ты потратил кристаллиум на джигер наута? Да. Я его уже сдал. Итак, переходим к энергии. У кого сколько у меня? Два. Раз, два, три, четыре. Четыре. Папа выиграл. Итак, я получаю генерала. Я беру три. И четыре энергии. Эту энергию я распределяю следующим образом. Вот эту карту. Да нет, я их в любом случае построю. Две сюда. И? И две туда. Две вот сюда. Давай сдвинуть что ли свою супер империю. А то я тебя там... Из зеленых сколько уже? Переходим к науке и знаниям. У меня... У меня семь. У меня шесть. Один. Выбирай. Или генерал, или фенатист. Миша меня прячет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нормально что-то считает. Считаем, давай. Раз, два. Раз, два. За каждую зеленую карту. Три, четыре. И здесь две. Пять, шесть. Что ты меня обманул? Раз, два, три. А, вот этот не увидел. Все правильно. Семь. Вот, я трачу семь сюда, и одну красную у меня была, и стою. Бери две красных. Одну сюда, одну... не знаю, куда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мои шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть знаний. Вообще, очень интересно получается, да, что у нас с Мишей вот идет некая конкуренция. Вот я трачу четыре вот сюда. Вот смотрите, четыре вот сюда. И таким образом заканчиваю это здание. Один вот сюда, и таким образом заканчиваю это здание. И один я кладу вот сюда. Не знаю, вытянув все-таки я суперсолдатов, нет. Смотрите, вы можете в любой момент игры... Избавиться от карты, использовавшись ресурсом. Можете ее избавиться и получить указанный ресурс, но этот ресурс нельзя потратить на строительство, уйти только на карту империи. Я знаете, что вспомнил? Я в начале хода три белых-то не взял. Серьезно? Конечно. Мне кажется... Я просто смотрю, у меня карта не построена, а эти два сюда. Мне их некуда тратить белых. Красную. Ты можешь красную сделать. Я вот... Это тратим на суперсолдат. Я поэтому и вспомнил, что я не взял белые. Потому что мне их тратить некуда. Если бы я их взял, они бы лежали на карте империи. Вот ты их потрать на красную. Конечно. И можешь туда ее вставить? Не-не, подожди. У меня вот это построено, четыре зеленых, и вот это построено. Я получаю генерала. Ань, убирай свое строительство. Куда ты там лезешь? Ну, я-то с ее подвинул, свое строительство. Все. Переходим... Желтым. К знаниям, ой, к деньгам. Нет, пять. Так, к деньгам переходим. У тебя два желтых и один желтый за каждую зеленую карту. Папа, это сколько у меня два? А это желтый за каждую белую карту. У тебя белая карта одна. Итого у тебя раз, два, три, четыре. Я меня три. Миша победил. Я их на красную. Четыре. На, на, на эти беды. Мне очень нужны. Потому что я благодаря этому... Извините, но я построил. А что это, извините? Да. Да что? Отличнее. И бери финансиста за как бонус трейкеса. Вот. И еще вот это. Я сразу... Какой бонус трейкес? А это ты как построил? Потому что у меня было четыре. Одну вот на эту карту и три вот на эту. А белых у тебя там было три? Да, было. Отлично. И одну красную. Итак, еще одно замечание. Кубики здесь не ограничены количеством. Да, если они кончились, можете их чем-то заменить. И хотел сказать еще, что видите, как Лев лидировал, но на третьем раунде Миша уже перехватил его и по белым, и по желтым, и перекрыл ему поток финансистов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, не шесть. Ну, где ты построил? Ань, ты все? Да. Начинается последний четвертый. А, синий. У меня раз, два, три, четыре и один за каждую черную карту. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я не буду брать... Что ты значит? Раз, два я строю. И пять. Раз, два, три, четыре, пять. За каждую черную карту. Я все построила. Молодец. Я не буду брать пять синих, беру сразу один красный. У меня два красных. Бейте, я должен настроить. Идевать некуда. Идевать некуда красных. Сейчас что-нибудь построим. Ты получила вот этот вот? А, здесь у тебя нет бонуса. Ничего нету, да. Все. Ну что ж, последний, четвертый раунд. Напряженный. Все такие. Да, вот это сейчас выиграю, надеюсь. Нет, я. Конечно, выполнишь. Сейчас все выполнят. Мне сейчас любое можно. Где там побольше очков, то я и выполню. Ровно 28 карт взял. Вы, конечно, извините меня, но выиграю я. Папа, как ты хорошо мешаешь? Я прям не знаю. Что ж. Ой, ой, ой. Ой, 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 лунная база. Папа, успокойся. Лунная база, 10 победных очков. Папа, успокойся. Мы на меня? Мы на тебя. На Мишу. Вообще, просто в этой игре, если бы вы знали, например, в конце игры у кого-то будет 40 очков, да, то есть это там четверть победных очков. Ты построил сколько ты? Не построил еще. Покажи, покажи. Что ты там построишь? Он надеется, что мы... Как тебе насчет путешествия во времени? 15 очков. Все, буду строить лунную базу. Я буду строить лунную базу. Все, я ее беру. Лунную базу. Держи. А сколько за нее дают, я не вижу. 10. Я банду построила. Я сейчас могу пойти по банду. Но для лунной базы мне нужны вот такой вид ресурсов. Вот сразу золотые города забираем, чтобы Аня не построила. Держи. Миш, ты мне должен пять карт вернуть. Сейчас. На. Ничего он тебе не должен. Дальше. Да, я так и знаю. Какой там, какой там тебе положен ресурс? Вот автоматов охранников, чтобы забрать этот ресурс. Автоматы охранников? Что? Ну что это? Четыре карты с тебя, друг. Здесь все бесполезно. Все бесполезно. На три бесполезно. Нету ресурса, да? Вы мне не дадите этот ресурс, не хотите давать. Все, я проиграла. Не хотим. Я, кстати, могу построить вот эту карту и получить два победных очка. Ну да, три. Прилежно. Ну, мне вот вообще как бы. Три карты. Я возьму вот это. Спасибо. Мне кроме зеленых ничего не нужно. А здесь вы мне не дали ничего, я так понимаю, да? Очень плохо. Плохо? Очень плохо. Здесь вы мне не дали ничего. Два перерабатывающих завода и... Не дали. Все, я готова. А готова к путешествию во времени? Ну что ж. Две зеленых. Папа, сейчас я вот эту трачу сюда. Сразу же сбросила. Так, дайте папе порассуждать вслух. Смотрите, мне нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь зеленых. Я заработаю шесть зеленых. И вот у меня семь зеленых. То есть я вот эту карту не построю. Ну, смотрите, одно победное очко. То есть вот эти карты, они одинаковые. То есть я могу вот эту карту сбросить. Красную я трошу сюда. Ну, в смысле, вместо нее построить эту. И таким образом мне надо меньше зеленых. И два зеленых мне надо сюда. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь зеленых. А вот этот момент можно сейчас красную потратить? Какую? Вот эту я поставлю. В любой момент можешь тратить красную. Я так вообще... Фух. Это было плохо. Если я собираюсь строить вот эту карту... Вот это. Все, я вот эту карту рискнул. Я ее построю, лунную базу. Я буду строить автоматов. У всех там возгласы, что все все не рассчитали. Автоматов, охранников. Для лунной базы мне нужно два желтых. Чего? Ну, у меня только один. Я сбрасываю. Желтый сейчас получать их будешь все равно. Ну, а мне нужно, чтобы у меня было четыре этих. Зачем? Чтобы лидировать? Ты и так лидируешь. А, папа. Нет, ты лидируешь, Лев. И так лидируешь. И тебя пять будет у всех. Выбрасываю зеленый. Я не буду его строить. Что ты там не подручишься? Все. Я все думаю, что здесь... Если бы здесь победные очки за желтую карту давали, я бы ее оставил. У меня две желтых карты. Дальше. Вот это вот все мне не нужно. Черную сбрасываю. Ну, давай вот сюда положу. Два белых. Не буду строить из-за генерала. Два белых я сбрасываю. И белый мне куда ставить. Все. У меня прям очень-очень напряженный моментик. Все напряженные, а у меня уже все. У меня только одна единственная карта, которая... Давайте. Кто производит больше материалов? У меня шесть. Я пять, три. Три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, семь. Семь. Ты в Лев вырвал вновь лидерство, получает финансистов. Я три ставлю сюда, а три собираю. И вот я заканчиваю платформу. И меня их на кристаллиум. А где тебя тоже меня на кристалли? Так. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Строится, строится. Их, их, и всех меня. Так, один, два, три, четыре, пять. Я их меняю на красную, строю вот эту. Давай, давай. Не забывайте за бонус строительства. Давай. Все, да? И еще раз, два, три, четыре. Мне нужно сделать безоговорочное видео. Спасибо, Сюня. Ты уже посчитал? Сейчас. Вот это черное. И построил, да? Ульва, малочку, думаешь? Сюня. Все. Не, 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 Лев, все. Давай уж тут посидим. Лев, просто хорошо. Смотрите, у Льва область строительства опустела. Он, кстати, каждую игру у нас так играет. Он прямо вот в последнем раунде, первое получение ресурсов, строит все. Теперь ему ресурсы получать бессмысленно. Ну, в смысле, они в конце игры не приносят победных очков. Так он уже сразу их забрал. Но определение лидерства, оно важно. Вот, например, переходим к энергии. У меня одна. У Льва, я смотрю, сколько там? Четыре. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть он безоговорочный лидер. На тебе, генерала. Без что? Безоговорочный. Но нет, девять штук мы тебе не будем давать. Да. Не надо тебе. Если бы тут было девяти штучные, то все. Раз, два, три, четыре, пять. А, нет. Раз, два, четыре. Зеленых одна. Подожди, мы энергию считаем. Четыре. Да зеленых нет. Две я распределяю вот здесь. Одну распределяю вот здесь. Вот это уходит на переработку. Это что было? Черное? Зеленое теперь, да? Три. У меня девять. Знания. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я завершаю. Миш, выбирай. Или это, или это. У меня девять. Все. Всем все возвращай. Не, не, а вот этого. Всем кому-то важно возвращаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А две забираю. Шесть. И построил. Вот. Вот теперь смотрите, что я строю точно. На лунную базу одну поставил. Я строю лунную базу один. Не подсказывай. Трачу кристаллиум. И трачу кристаллиум. Вместо желтого. И таким образом я построил лунную базу. У тебя десять. И получаю не только десять очков, но и два жетона генерала за строительство. Вот теперь понятно. Я построил вот это. Я по себе считаю. По себе. А вот эта карта, она у меня не важна. Я ее могу сбросить, получить синий ресурс. Могу ее не сбрасывать. Она, я ее построить не могу. И ни очков никаких. Непостроенные карты, непотраченные ресурсы, никаких очков не приносит. Переходим к знаниям. Кого больше? У меня больше. Деньги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, смысла нам нет с тобой левых ресурсов. А, все все построили, да? Поэтому ресурсы брать не будем, только лишь для того, чтобы их туда-сюда вот сейчас не гонять. И синие. У меня раз, два, три, четыре, шесть. Синие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот. Держи. Это считается синим. А, восемь. Девять. Раз, два, три, девять. Ну что ж, достаем наш блокнот для подсчета очков. Находим, где здесь у нас неисписанная листочка. Первый. И начинаем. Я помогу его посчитать. Подсчет победных очков идет следующим образом. Дирижабль, просто очки. Сначала мы считаем просто очки, указанные на картах. Когда, например, вот, три очка, десять очков. Восемнадцать. Восемнадцать. Поддайте вот эту карту. Это не считаемые. Это не просто очки. Лев построил древних пришельцев. Вот. Это просто победные очки. Десять штук. Сколько у него, Миша? Восемнадцать. Просто восемнадцать. Одиннадцать, четырнадцать. А это восемнадцать. Четыре. Я вижу. Нет, Лев, это не то. Восемнадцать. Все, запутано. Дальше какие идут? Карты со множителем черного. Вот у него одно победное очко за одну чёрную карту, у него ровно одна чёрная карта, и это одно очко. Зелёные карты. Везде ноль дальше. Ноль, жёлтые, ноль. Для финансистов и генералов. Финансисты и генералы приносят одно победное очко, один жетон. Но есть карты, которые улучшают. Итак, финансисты давай. Сколько у него финансистов? Двенадцать. У него шесть жетонов финансистов, и у него на карте империи написано, что одно очко за финансиста дополнительно. То есть двенадцать очков за финансистов, генералы, у него три жетона генералов, и дополнительно он ничего не даёт. Три очка. Считаем. Вы жалтые, посчитали карты. Девятнадцать. Двадцать девять. Тридцать один, тридцать четыре. Правильно, Миша. На самом деле это немного. Ну, в смысле, это немало. Это немало. Ну, это среднее. Но для победы, скорее всего, это недостаточно, потому что мы, например, переходим к Ане. Хотя вот казалось, что Лев лидирует прямо в самом начале игры. Считаем просто очки. Вот эти две, наверное, ничего, да? В общем, 15. Нет, нет, почему? 15, 18. Плюс 10, 25. Почему? 18. Ну, ещё плюс 7, 25. 25. 29. 4, 29. 31. 31. 34. Вот, мама набрала 34 очка чисто картами. Это вот как раз она построила вот эту карту, давай я покажу, да, вот это вот путешествие во времени. Она просто до того, как мы научились играть, отправилась. Да, и выиграла. Подмешала колоду карт. Положила её и вернулась назад. Давайте играть, говорит. Так она же в самом конце её построила. Так она же подмешала все карты. Чёрные у неё ноль, зелёные ноль, жёлтые ноль, правильно? Синие. Три победных очка за каждую синюю карту, это у неё карта империи. У неё раз, два, три, четыре, пять синих, да, то есть 15 очков. Мам, ты скажешь на втором месте. Финансистов у неё ноль, генералов у тебя? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, и есть карта, которая даёт дополнительное за одно очко за генерала. Десять. Итого мы считаем, 34 плюс 15, это 49, 50, 9. Скажешь и маму на втором месте. Скорее всего, маму на втором месте. Я на третьем. Жёстко. Ты на последнем, скорее всего. Антон. Ну, либо я на втором месте. Просто победные очки. Вот, давайте считать с вами вместе. Три плюс десять, тринадцать, шестнадцать, семнадцать. И всё, ты говоришь, много. В два раза меньше, чем у мамы. Чёрные карты мне не дают победных очков. Почему? Почему вы же? Это... А, одно победное очко за чёрную карту. А чёрных карт у неё две. Два очка. Два очка. Надо было умолчать. Меда. Зелёные карты. Одно победное очко за каждую зелёную карту. Четыре, пять. Пять. Давайте я сброшу, я её не достроил. Раз, два, три, четыре. Где пятую нашли? Раз, два, три, четыре. Пять. Пять карт. Жёлтые карты. Не, она сама, там другая приносит. Ноль очков. Ну, там рядом. Синие карты. Ноль очков. Финансистов нет. Генерал. Я получаю одно победное очко за генерала по умолчанию. Одно победное очко за генерала за карту империи. И одно победное очко за генерала, вот за эту карту. То есть умножаем на три. То есть если их 10-10, у тебя уже автоматически 30, да? Да, у него 30. 30 очков за генералов. Ну, всё, привет. Я камеру задел, там привет, всё нормально. 19, 24, 54. Мне не хватило до первого места. В смысле? Ты же 30 очков только этим набрал. Ну, а ты 34 только здесь набрала. 30, а там 17 и... 2 и 5. Как бы я посчитала. 7, 24, плюс 30, 54. Ладно. Меня, просто очков у меня 2, 10, 20, 22. 2, 24, 25. 25, 25 очков. Я даже меньше, чем лев надо брал. Везде 0, кроме зелёных. Чёрный 0, давай зелёный считать. 3, 3 и 2 за каждую зелёную. 5 очков зелёных. 1, 2, 3, 4, 5. 25, 25. 25, 50. Ну, мы, по-моему, уже знаем лидера. Везде 0. Жёлтый 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одно очко. Одно очко не хватило, Миша. 7, 8. 6, 2, 58. 1 очко, 59. Нет, на самом деле... Это редкость. Это редкость. Я на первом, Миша на втором, папа на третьем, на четвёртом. У меня сколько очков? 34. Нет, Лев, например, вчера вот мы играли, он набрал 47, да, и был на втором месте. А я, считай, что 73 был. Очень, ну, как я и говорил в начале, вернее, в середине игры, да, что лидер, он неявный. Я, например, был уверен, что я побеждаю, потому что у меня очень было много жетонов генералов, и был на них расчёт. Если бы я ещё вот эту карту построил, может, я бы выиграл. Ну, ладно, уже не важно. А вот Аня, от Миши я не ожидал, что так много очков. Ну, хорошо. Если бы ты у меня зелёный не забирал, было бы больше. А они мне нужны, потому что я выставил карту сразу в первом раунде на бонусы от зелёных, и поэтому они мне стали нужны. Хорошая партия. Вообще, игра, вот, давайте я поделюсь традиционно, да, в конце своим мнением об игре. Вот, когда я первый раз... Вообще, она привлекла меня внешним видом. А когда я прочитал правила, было немного непонятно, как вот в ней вообще играть, да, потому что ты вроде бы должен строить здание, которое тебе будет приносить ресурсы, но ты должен тратить ресурсы на постройку зданий. Получается, замкнутый круг, да, как бы из него вырваться. И вот сели играть, и в первой партии же всё стало на свои места, и ты понимаешь, что самый главный ресурс здесь – это карта. Потому что карта – это и здание, которое приносит ресурсы. Карта – это и ресурс, который ты тратишь на здание. Карта – это и победные очки. И карта – это элемент давления на соперников, да, то есть вы можете забрать у них карту нужную, да, и сломать им планы. И всё, здесь карта, да, выполняет очень много ролей. Она карта. И в этом плане вот вы выбрали карту империи, раздали всем карту, да, драфт, он же предполагает, что вы все карты знаете, они же ходят у нас. И вы в первом раунде уже определяете некую такую стратегию и вот стараетесь её придерживаться. Вы, кстати, можете играть, как вот, например, Миша, чисто ориентир был на зелёные карты, да, или разбавлять. Например, я пробовал так, и я в прошлый раз набрал 73 очка, потому что я аж по трем направлениям шёл. То есть я бы, например, и жёлтые, и чёрные, и зелёные карты собирал, там и ещё что-то. И, бога ради, стратегий много различных. Всё зависит от того, какие у вас карты на руках, и как вы ими сможете распоряжаться. Игра умная, мне очень она нравится. Внешний вид отдельно стоит отметить. Потрясающий вот этот вот ретро-футуризм. Я старался называть все карты, да, вот эти вот и там автоматы-охранники, и различные там криокамеры, мегабуры, там вот источники молодости. И рисовка отличная, приятно играть, и подводный город шикарно. Эту игру хочется разбавлять дополнениями сразу, да, какими-нибудь, ну, чтобы её больше было, да. И ещё интересно, что вот, сколько она написана? Вот 12+, ну, вот у нас 9-летний мальчик. Один раз даже был почти лидером. Ну, вообще, без проблем, да, то есть вы видели, как он строит быстрее всех, да, то есть понимает. Поэтому, если вам нравятся игры, например, с драфтом, нравятся игры, ну, стратегического плана, или вы любите необычные игры, например, со внешним видом, умные игры, да, прям рекомендую ознакомиться. Игра великолепная. На этом моменте будем с вами прощаться. Надеемся, что данное видео было интересным, а самое главное полезным. Если это так, мы очень рады. На сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры, и всем пока! Пока!